Грузия 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 жизнь и закладывает будущее для своих детей. Коммунити очень интересная. У нас очень много людей творчества, певцов, пианистов, прекрасные ансамбли, танцоры, прекрасные спортсмены эмигрировали, особенно борцы. У нас очень много профессионалов в области строительства, финансисты, юристы, студентов очень много. То есть поколение молодое, активное, живет полнокровной жизнью. Коммунити наше мы только-только ее создаем. Первый вопрос, насколько трудно вписывается человек, даже из Грузии приехал, какая разница откуда он приехал, из разных стран, но по-разному вписываются. Вы рассказали, творческие такие, спортивные профессии и так далее. Эти люди всегда востребованы. Эти люди как бы здесь мульти-калчур. Поэтому где можно увидеть, где можно услышать, как можно узнать о грузинской жизни здесь, есть ли грузинский ресторанчик. Понимаете, это же нас всех интересует. Ну, прежде всего, где можно услышать, да? Да, да, да. Это вот прекрасный ансамбль Тарбази, руководитель Шалва Махарашвили. В нем, значит, в этом ансамбле это грузинское многоголосие. Безусловно, есть грузины, есть, значит, англичане, японец, испанцы, то есть это фактически люди, которые любят грузинскую музыку и они с удовольствием дают концерты. Вот Шалва только что приехал из Ньюфаундленда, там у них были концерты. Велкам, ансамбль Тарбази. Хорошо, давайте так. Мы дали вот два концерта буквально за последние 3-4 месяца, где было представлено грузинское творчество и песни народные, эстрадные, танцы грузинские. Постоянно мы вот... Понятно, то есть как-то активны. Так я должен вас поздравить, еще был же день Грузии в конце мая, правильно? Вы там тоже выступали? Безусловно. А, то есть все-таки наконец-то вы собрались как-то, да, все вместе и так далее. Смотрите, значит, никакого музыки, разговора о Грузии не получается без одного маленького момента всегда. Все-таки грузинское вино. Я обязан перейти на эту тему прямо сейчас. И у меня первый вопрос, и мы будем обсуждать эту тему сегодня более подробно и вернемся еще к музыке. Первый вопрос такой. Ираклий, когда ты мне первый раз позвонил, я помню, месяца три-четыре назад, и сказал о грузинском вине, я для себя подумал так, ну, опять там где-то в Калифорнии что-то сделали и начинают нам продавать. У меня в книжке «Развозчик пиццы» прямо глава есть. «Калифорнийские вина грузинские». Смешная такая. Вопрос. Скажи, пожалуйста, как, во-первых, представь себя, свою как бы фамилию, и откуда вы, и где это вино на самом деле делается. Это действительно… Вот я задаю такой вопрос, на который нельзя по-другому ответить. Это действительно вино из Грузии? Да. Может, я этот вопрос часто задаю? Ну, я неправильно ответил на этот вопрос, но расскажу эту историю. Да. Вот мой отец начал продолжать своего деда эту традицию виноделья. Вот и первые же возможности, когда вот ему появилось, и построил виноградник вот в том же месте, где мой дед, и он его ухаживает с этим органическими методами, которые приняты вот в Европе и здесь тоже в Америке. И который соответствует точно вот тем же методам, которые наши деды ухаживают виноградникам. И виноделье тоже. Тоже точно такое же. Технология. Но просто называется здесь, сегодня надо сертифицировать это, а тогда был это обычный метод. Ага. И очень популярный, сейчас ставлю наше вино в Грузии, наши и в государстве покупают, и там вот в гостях делегации, когда приезжают, у них их этим вином и угощают. И я вот тоже стараюсь вот моего отца помочь им страну прославить этим настоящим вином грузинским, который, чтобы этот вопрос не задался вот такие Калифорнии и такой... Да. На самом деле Иракий немножко скромничает сейчас. Поправьте вам. Да, я позволю, значит, добавить. Скромность, безусловно, прекрасная, значит, черта человека. На самом деле это, действительно, это большая традиция. То есть это не год, два, десять длится. Вина, действительно, каждый виноградник ухаживается как бы самостоятельно. И то, что вот было подчеркнуто, что это органические вина, на самом деле это означает, что при уходе за виноградниками не используется химический сок. И это очень трудно сохранить этот виноград и получить вот этот чистый нектар виноградного сока и произвести из него вино. Вот что делает семья Иракли в Грузии. Иракли достойно представила это вино здесь, в Канаде. Да, вот на этикетке, да, лейбл, там птица кормит птенцов. И это взято с виноградника, что вот у нас в винограднике живут птицы, которые, когда ты обливаешь разными химикалами, вариантов нету, что вот даже там змеи они появятся иногда. И они живут там, и я, мы посчитали, что это на... Символ. Это вот символ, да. Влучшая реклама. Да, лучшая реклама, да. И вот вино, я хочу еще добавить, что вино это живой организм. Вот вино это молодой, потом становится... Старше. Старше, и потом стареет и умирает потом вино. И вино это не сравнивает, как Кока-Кола сейчас. Вот многие вино, которые вот открывающими местами стоят и не портятся. Вино, просто в бутылке мы его останавливаем как-то процесс, замедляем. А то вино же вьет и... То есть открыл, сразу выпивать надо. Да, сразу выпивать надо. Если вино не испортилось, если не испортилось, значит там столько консервантов, что пить ее нельзя. Понятно. Вы знаете, про вино, наверное, с грузинами говорить очень опасно, не понимая тему. Но я все-таки одну вещь скажу. Как мы будем отстаивать наши грузинские права на изобретение вина? Ведь претендуют разные страны на это. Я скажу так, что по моим сведениям, четыре с половиной тысячи лет назад, до Рождества Христова еще за две тысячи лет, грузины уже делали то самое органик вино. Там же не было никакой химии, ничего. Как к этому относитесь... Как относится к этому в Грузии, собственно, да? На, там, правительство. Как относится в эмиграции грузины, которые живут? Они как бы гордятся... Это же мировой бренд, извините меня. Это изобрести вино для всего мира? Или греки все-таки доказывают, что они правы? Вот ваше мнение, вот ваше мнение. Вот это можно... Вот на примере это квеври, да? Да-да. Это кувшина, которая... Самый древний метод делания вино, и в каждом... Почти в каждом семье имеется там... Дедушка имеет хотя бы один квеври. И эти квеври найдены... Вот самые старые квеври, найдены где-то четыре тысячи больше в В.С. Рождение Христа. И вот в этом точно тоже традиция. Мы сейчас сделаем вино и сейчас. Это самый органик способ сделать вино. Там, где не добавлено даже ист, как по-английски. Что? Ист вино. Вот как... Ист, это как его там... По-английски называется ист, я по-русски не знаю. Да, ну... Добавки. Добавки. Да, сделается вино. И найдены эти... Вот четыре тысячи лет назад, и там... Винограды внутри. Те же сорта, которые сейчас имеются в Грузии. Вопрос. Это размер не натуральный, я надеюсь? Вы не такими же баночками делаете, нет? Какого размера это реально? Вот такого? Сколько литров? Реально, там 20-тоновые квевры найдены старые. Но сейчас не делаются, потому что эти... Ну да. Сейчас отстаёмся мы от этого... Ну, квевры-делие это другой вообще... Способ. Да. Да, квевры должен делать квевры-делать. Вот керамиком, который занимается, он не может делать квевры. Так что там осталось несколько семей, которые занимаются квеврой сейчас. И вот с этими... Один вот... Исследователь Георгий Борисашвили в Грузии, он занимается этим, что... Исследовать эти штампы, вот квевры. Разные штампы были. Вот производители квеври оставляли свои штампы... Маркер был, да, мастера. Чтобы тот мастер отвечал за это квеври. И он исследует это, и он нашёл... Он издал, Георгий, эту книгу... 1500 слов в Грузии, которые относятся... По вино, виноделье, вино. Вот, например, 50 слов обозначают... Разные слова обозначают этот... Пичер, кувшин, засуд. Да. А 50 разные слова обозначают от разных уголков Грузии, да. И там оружие, вот виноград, на которые ухаживаются эти оружия. И разные слова, которые ещё доказывают, что вино это с Грузии. Гвино, слово гвино грузинское было. И потом... А что означает вино? Как по-грузински? Гвино. Гвино? Гвино, да. Так это грузинское слово получается? И оригинальное. Ну, выводы вам делать. А, нет. Почему? Нет, нет. Выводы мне не надо делать, я верю. Я верю. И вот это самый большой аргумент это, что 1500 где-то слов, которые вот вино и оригинальные грузинские слова. Но это не главное. Я думаю, это не главное. Я думаю, что главное всё-таки это качество, это главное то, что мы пьём и пробуем. И на самом деле, зачем спорить-то, когда и так всем понятно, что Грузия это родина виноделия. Это, по-моему, признано уже во всём мире. Я просто так, как журналист... Самое большое признание грузинского вина, это его качество и удовольствие тех людей, которые его потребляют. А тогда ещё такой вопрос, значит, в связи с этим. Может быть, он больше по бизнесу или там по политике, но неважно. А если действительно так, и это действительно так, про грузинские вина, Грузия вообще должна быть процветающей страной. Почему мы идём в ЛСБО в канадский магазин, покупаем австралийское, чилийское, какое-то там даже антарийские вина, калифорнийские, новозеландские. И очень редко мы видим, как бы, вина из Грузии, практически их нет. Это уже к вам вопрос. Как представителю производства грузинского вина, к вам, как комьюнити, которое должно там вашему президенту, или кто там отвечает за поставки у нас вина из Грузии, премьер-министру сказать, приезжай и посмотри, что в магазинах тут продаётся, попробуй, заставьте его выпить это. Ну, я не понимаю, потому что, на самом деле, ну что, вырубили виноградники? Когда Андропов или что? Вот что, в чём проблема? Проблема в том, что я начал вот пропагандировать в ресторанах канадских, которые там с ОМЛЕС и владельцы ресторанов вообще не знали, даже многие про Грузии не знали. И я им очень удивлялся, что вот если в винограде человек знаток в этом, в мире есть где-то 3000 сортов, вот древние, более-менее древние, и 500, больше 500 сортов грузинские. И походу не говоришь об этом, что как древние. И не знать про Грузию, но это просто не знали, и вот я, и мои сообщественники должны мы им объяснять это вот, и познакомиться. И многие, где-то 20 ресторанов есть сейчас это грузинское вино, те, которые я им предложил, и очень им понравилось, и это что-то новое. Вот как развиваться будет, это зависит, да, конечно, правительство тоже помогает сейчас вот, пропагандирует в мире грузинское вино. Ну, наверное, надо время. Посмотрим. Я добавлю, что прежде всего это бизнес. И здесь нужны энергичные люди, люди, у которых есть желание продвигать этот продукт на канадском рынке. Вот один из самых ярких представителей Иракли. Безусловно, нужно время. И нужно искать свой сегмент на канадском рынке. И это не просто, потому что конкуренция огромная. Очень много вин, ну, скажем так, относительно дешевых, безымянных и так далее, но они уже давно здесь присутствуют. Пройти на этот рынок нелегко, очень много труда нужно вложить, как финансово, так и труда в прямом понимании этого слова. Так что я думаю, что со временем это все наладится. Это как комьюнити. И комьюнити молодое. Да, и виноват только субъект. Я так понимаю, что на самом деле, если брать канадскую историю, конечно же, гораздо понятнее и проще это вино предлагать тем, кто знает, что это такое. Например, на русской улице или в комьюнити грузинском. Наверняка ваши соотечественники говорят, ну, неужели действительно привезли вино, надо попробовать. Ведь ваши должны попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Важно, что в грузинской жизни Вино у нас, да, первая составляющая Вторая составляющая это песня Что у нас происходит с песнями? Мы уже выяснили, да, что у нас здесь есть грузинская песня К сожалению, мы не могли пригласить весь ваш состав Но, ну, хоть две ноты-то вы нам не играете Может быть Может быть Это уже по-канадски Честно по-грузински Давайте еще немножко про музыку поговорим Потому что вот я, честно говоря, уважаю грузинские известные певцы есть мелодии грузинские Мы их на слуху в советское время в российское знали и слышали и сейчас слышим Но вы сказали о народной грузинской музыке Вот скажите, что это такое? Как это появляется? И как это сохраняется? Это другая музыка? Это не то, что поет Ну вот Это не эстрадно Это не эстрадно Тут выскочил наш любимый ковец с вами Пугал Кикабидзе Ну да, Кикабидзе Это не Кикабидзе поет, нет? Кикабидзе поет, но Кикабидзе не то поет Да, да, не то поет Кикабидзе прекрасный привет Ну и дурак Ну вообще, другой Другая сфера Так что такое народная музыка и как она связана с вином? Да, хорошо Это очень хороший вопрос Сперва я хочу спасибо сказать вам Что здесь сегодня вы пригласили Нам я очень хотел чтобы Немножко по-английски поговорить Потому что мой русский вообще Это будет очень много времени Это будет много времени Если это не то, я буду рад Окей Георгиан folk music Ну, я пришел 12 лет И это было довольно тяжело Вместе с Георгианом Торонто И жить и survive И музыка И музыка всегда была с нами Потому что Я не делала ничего Ничего else Than music Фольк music И when I lived in Georgia И as soon as I came here I met a choir A Canadian choir Called Дарбази That have been doing music Since 1995 Alan Gasser Was the person Who created the choir И loved Очень поливали Грузинские народные песни И с тех пор Они сегодня тоже поют Очень хорошо Мы в Грузии Мы ходили в симпозиумах дважды или три раза. И мы идем к студентам, в сайте Георгия, Ингуре, Исамик Релло, Сванетти, Икахети. Мы тоже, мы тоже, мы тоже, мы тоже, мы тоже, мы тоже, мы тоже. И здесь, я не могу жить без фольк-музык. Это мой heir, и мой еды, и я у меня два парня, и я женя. Я женя, но это очень важно, это инструмент, для меня. Потому что вы не можете сыграть если вы не имеете в виду, у вас есть в виду. Вы должны быть в виду, и каждый раз мы сгну, мы должны быть в виду, два, три, четыре, потому что там 10 нас, поэтому один парня не будет достаточно. И вот здесь, как Георги сказал, мы уже были две большие концерты, я бы сказал, для того, чтобы я живу 12 лет, и я живу здесь, и я не видел, что Георги, и георги, и большие другие люди. Я никогда не спрятался, и после 3-4 месяцев, с помощью Георги, и большинства, мы делали два красивые концерты, и у нас были вообще, кстати, какие-то русские, какие-то Канады, и большинство Георги, и большинство Георги, и делали одну хорошую концерту, и как они говорят, Да, это очень хорошо, не раздельно. Когда Георгиан people work to save their grapes, they sing. Когда люди идут кота, они sing. Когда люди идут кота, они sing. Они готовят, они sing. Они пьут, они sing. Но в пиво и пиво, они sing. Это действительно, как ты говоришь, это как оппал, когда ты пьешь. Мы добавляем веру и архитектуру в Грузии, древней. И вера наша, которая состоит. Да, и все между собой, не раздельно. Вот монахи наши сами, вот, больше всего знают про вино и вот кувшинное вино. А монахи сохранили, вот, и они сохранили. И в семьях сохранились. Вот это традиция наша, да, мы, наверное, ползуем, что причащение. Вот вино было святое, ну, святое, как, ликвид. Ну, понятно. То есть они как бы эту традицию сохраняли, независимо от того, какая власть была. Так что это все вместе. Если бы это, это, как, это, что выпивка, что вот, а пьянец, это другое было. Это было выше, чем это. И потому этим людям, ну, многие, это, не пьянеют, не надо стать, обязательно стать алкоголиком. Просто это, вот, blessing, да. Вот грузины, когда говорят toast, это не то, что вот cheers, только и вот за наши... Ну, как, да, cheers, cheers, cheers. Да, все. А ты, вот, иногда человеку blessing, да, вино. Так что это чувство больше. И вино, и вера, и архитектура, и музыка. Я вот это, я вот это выделю. Хорошо, тогда еще такой вопрос. Архитектуры нет у нас. Ну, ничего, ничего, пригласим в следующий раз. Вопрос. Саперави. Это сорт винограда, это сорт вина, это место. Вообще в Грузии много разных мест. Кто-то мне тут рассказывал, что это, как бы, старые сорта винограда и разные технологии. Ха-дилла. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 у меня виноделье, но вот так скажу, что вот в холодных камерах ты потом переносишь вино, когда брожение уже начнет вот чуть-чуть останавливаться, и сахар есть там, еще осталось, перенесешь ты ему вот в холодный, чуть в холодном, и это останавливается. А, и сахар остается как бы вкус. Тогда вопрос такой, ведь кто-то любит, настоящее вино, как ценители мне говорят, это сухие вина. Другие говорят, а я люблю немножко сахара. В зависимости, с каким блюдом. А, вот мы и пришли к еще одной части грузинской кухни. Потому что сухие вина, это вина, который, скажем, обеден, и ужинать можно под такими винами, да. А эти, природно-полусладкие вина, они более десертные вина. То есть это разное назначение. Подождите, и что, каждый грузин это понимает? Безусловно. Конечно. То есть у вас настолько глубокие традиции, так сказать, в этой части, что вы вот то, что... Я думаю, что это где-то в подсознании, в себе. Подсознательно, потому что только... Как наши песни, вот так и... А так и не спели, наверное. Ну, хоть одну ноту дай в студию, но дай ноту в студию, но... А я как-то не могу там демонстрировать. Очень хорошо грузинские народные песни вот так. Потому что они всегда требуют определенного голоса. Может быть, немножко. Может быть, немножко. А я не понимаю. Я очень хорошо. Почему мы не поем? А все грузины же поют, нет? Все поют в душе. Не знаю. Ну, на самом деле... Мы еще одну вещь забыли, мне кажется. Когда вы стали играть, значит, почему-то сразу захотелось танцевать. Вот вопрос. Грузинская музыка, она как бы... Народная музыка, она ведь предполагает движение. Или да, или нет. У меня такое ощущение, что это не застолье в чистом виде. Это как бы все-таки грузинский танец еще. Нет, я вам скажу. Нет такого ощущения. Есть ощущение работать. Не танцевать. Потому что грузины очень давно, они никогда не были профессиональными певцами. Народная музыка. Они всегда работали, всегда трудились очень, очень hard, и они всегда боролись тоже. So, they didn't dance, actually, to the music like this, they would actually go and work. И разные песни, да? Разные, разные... Конечно, да, да, есть... Подождите, а вот что значит разные песни? Ты имеешь в виду по разным районам, или по характеру ты сейчас... Работные песни... Могу бы расскажите, это очень интересно. Это очень интересно. The folk music that, you know, I'm sure that many Georgians also don't know, because Georgian old folk songs were always... they barely danced with it, really. They... Maybe in Ajara when they played, you know, Gandagana, you know? Гандагана. Yeah, songs like that, you know, you always dance, but it's a region or two that they have that. These days, Georgian folk singing and dancing that's going on in Georgia and we do it here, that's new. It started maybe late 1900s, maybe 1950s, 1940s, but before that, folk song was like Irakli said, it was a part. It's all here, you know, it's a part of us, like a human being. Georgian means that you have to have wine, you know, how to make wine and thank God that we still can't do that and we still can't sing. Вы говорили о танцах. Здесь, в Торонто, у нас прекрасный танцевальный ансамбль грузиневский. Молодые ребята. А как в вашем комьюнити решается проблема языка? Своего языка? Потому что в русских, значит, так. Дома, если ребенок приехал в 10 лет сюда, например, он уже знает язык, он как легко ему сразу переключается на английский, говорит по-русски, в среде, дома и так далее. Язык сохраняете или нет? Это самый главный вопрос, для меня, по крайней мере. Вот как в семьях происходит с языком? Есть ли грузинская школа, хотя бы воскресная? Есть ли грузинская церковь, хотя бы, ну, куда можно собраться, да? Я с удовольствием, значит... Расскажите мне про эту историю. Мы практически год назад основали грузинскую церковь. Здесь. Где она находится? Как ее найти? Сегодня мы... Арендуете что-то? Сегодня мы арендуем, значит, церковное помещение одной из старейших церквей Канады, это Сент-Джеймс. Сент-Джеймс? Это находится на авене Виктория. А, на Виктории, да. Да, это такая маленькая, но это историческая, это архитектурная реликвия Канады. И сейчас мы там, значит, вот арендуем это церковное помещение, у нас, значит, регулярно ведутся службы на грузинском языке. Хорос. А там песня есть? Конечно есть. Вот я сейчас вам вот это хочу сказать, значит, вот отец Павел был послан к нам из Грузии для того, чтобы, значит, вот для грузинского комьюнити... Службы вести, да. вести службу и, скажем, создать нашу грузинскую церковь. Сегодня вот мы в процессе создания. Очень многие комьюнити нам в этом помогают. Мы всем им благодарны, безусловно, поскольку это непростое дело, но оно обязательно будет сделано. То есть грузинская церковь здесь будет построена в Торонто. Мы сегодня, значит... Ну, наверное, есть какой-то чарите фонд, вы собираете деньги. Вот это все, вот только-только мы в этом процессе. Ну, вот для моих, как бы, зрителей, которые из Грузии, я знаю, есть там такие и небедные ребята. Значит, грузинскую церковь нужно открывать тоже. Ну, а что, мы тут собирали на русскую православную церковь тоже. Ну, безусловно. Построили здесь, открыли прямо вот тут в этом районе еще одну. Так иначе это невозможно. То это же церковное, это общее дело. Да. Вот церковь, она практически сплотила, вот грузинская комьюнити вокруг себя. Здесь, значит, про церковь у нас уже вот в планах. Это, наверное, ближайшие наши планы будут. Воскресная школа. Воскресную школу грузинскую. Вы бы видели, как вот молодые ребята, дети, как они, значит, с удовольствием на грузинском языке, значит, и стихи говорят, и поют, и танцуют. И на это... Это были счастливые детские лица, когда у них была возможность вот на грузинском языке, в том числе на концертах, значит, общаться. Ну, правильно, они же там в школе по-английски, там учатся еще где-то, так сказать, все по-английски, но язык сохраняет культуру, язык сохраняет привязанность к своей стране, да? А еще такой вопрос. В принципе, не хочу касаться ни политики, ни экономики, ни таких вещей, но мне кажется, что нам гораздо проще в эмиграции общаться, чем там, они там какие-то проблемы создают друг другу все. Всякие разные отношения и прочее придумывают. Не хочется этой темы касаться. Я думаю, что нам просто жалко, что так происходит, потому что, когда отменяет самолет Москва от Белеси, я вообще не понимаю, что происходит. Вообще не понимаю. А мы меня смотрели, да? Вы меня обижаете. А это не надо никогда разрушить, я так думаю. Имино смотрел его. Я тоже в России был, в Ленинграде, в Москве. Я думаю, самый хороший лекарь тут время. И все это. Вы знаете, народная мудрость, она дойдет до определенного уровня. Мы народ, мы поэтому знаем, что мы делаем. То, что там в политике происходит. Кстати, я доволен, что вот моему отцу очень помогли его русские друзья с Сахалина, вот-вот, в винограднике, и в этом бизнесе, было очень большой помощи. Ихня тоже. Всегда будем. Не, ну это понятно, да. Ну, одна религия, одна религия православная. Ну, много традиций, корней там. Я уж не говорю, сколько в Грузии в Москве живет, сколько в... В Русске очень много. Безусловно. Смотрите, давайте это тяжелое... я могу однозначно сказать, что мы открыты для дружбы. Именно поэтому... Мы открыты для дружбы. Тогда у меня... И давайте строить наше будущее. Давайте, но у меня каверзный вопрос. Хочу грузинский ресторан. Если я не ошибаюсь, здесь есть небольшой грузинский ресторан. Я знаю, в Пастернаке делают там эти... Как это? Вот яйца сверху там... А, это Ачару или Хачапу. Хачар, я, Хачапу. Хачапу, Хачапу, Хачарский он делает. Хачарский, да. Он очень вкусный, Хачапу. И он мне первый раз показал, как его едят, оказывается, правильно. Я неправильно. А вы как его гуру, гуру... А я взял из того, что он едет. Ну, надо же там это, чтобы там... Куда-то там что-то, чтобы... А вообще, можно я отвечу, да? Варагу, да, есть вот грузинский ресторан, который... Ну, маленький такой. Да, маленький. Можно там, да, попробовать еду, да. Вот скажи, где можно попробовать вино? В каком ресторане? И варагуи можно в этом нашем районе. Да, да. Мивами, варагуи, Белл ресторан есть, еще Алан есть, и вот не хочу, чтобы пропустить, но... И остальные вот 15 ресторанов канадские, которые в даунтауне, вот, в ищем ресторане. Но вот в нашем районе можно вот здесь. А в каком даунтауне ресторане есть вот это твое вино? Потому что я своим друзьям там расскажу просто. Ну-ка, давай. Баттан Руш, нет? У Айлд Фаер Стейк Хаус такой есть. У них 800 разных вино есть. В Ялы Гроу, там, Миссисаги есть большой ресторан. У них тоже 2000 разных, большой у них меню. Вот эти конституционные зоны просто. Да, очень большой. И Эмбруджо Фламинго заказывал. Я скажу просто. Нужно пойти в ресторан, попросить грузинское вино. Если его нету, сокрыть деревья, трубой. Вот Джорджиан Вайн онлайн вот строим. Там будет еще это смысл. Давайте так поступим. У нас подходит к концу запись программы. Я просто невозможно остановить такую запись. Но что же делать? Есть формат программы. Значит, у нас есть на экране, всегда присутствует нашим телезрителям Джорджиан Вайн онлайн, сайт, который можно будет посетить и посмотреть, где реально, да, можно найти, купить, как заказать и так далее. Значит, вам не повезло, вы сегодня не в студии, а мы тут как бы остаемся. Поэтому, друзья мои, значит, я не знаю, но таких как бы приятных, с настроением, таких душевных программ у меня давно не было. Большое вам спасибо за то, что вы пришли в студию. Хочу напомнить, что поводом нашим собраться было все-таки появление в Канаде и в Торонто настоящего грузинского вина. Правильно? Правильно. Благодаря вашей семье, благодаря тому, что ты здесь представляешь такое, как бы, хорошее вино со своих полей, со своих виноградников. Это очень важно. Это очень важно. Ты за это отвечаешь, потому что это твое. И нам очень приятно, и будем ждать. А в Велсебио как-нибудь появится, если то народ будет покупать. Я скажу историю. Год назад кто-то мне сказал, что появилась в Кензмарауле Велсебио. Так вы не представляете, в центральном Велсебио на Саммерхилл, самом большом, я сел в машину, я недалеко подъехал. В Кванчкарай. Не, не, или Хванчкарай, я не помню, какой это. Хванчкарай рекомендую. Я купил две бутылки. Домой не успел доехать. Не успел доехать. Кому-то сказал по телефону. На следующий день, думаю, куплю-ка еще три бутылочки. Ну как, с Алозанской долины у меня была история. Приезжаю, все, нету ничего. Я говорю, как так? Они говорят, вчера был, у нас всего один ящик был. Стали там искать по этим своим, где у них есть. Одну бутылку нашли где-то у нас в Йорке. Я не понимаю. Я не понимаю. Я здесь 12 лет живу. Я два раза видел грузинское виново. К сожалению, это уже виново. Это бизнес, я понимаю. Это чистый бизнес. Там вопрос квотации есть. Квотейшин, он существует. Может, на Харпера выйдем? Если нужна помощь. Ну пока. Слушайте, давайте, у меня знакомый есть министр экологии Канады, Питер Кен, второй человек в правительстве. Он у меня был в студии недавно перед выборами. Попросился в студию. Я приглашаю его в студию. Мы тихонечко, так сказать, ему наливаем, сажаем. И пусть, да, пролоббирует наши грузинско-русовские интересы. Итак, друзья, мы, завершая эту программу, я хочу на правах хозяина как бы студии поднять тост за солнечную грузию, за ее прекрасных людей и за то, чтобы у нас с вами все получилось в этой стране. А самое главное, чтобы на каждом углу, в любом алсибире, в любом ресторане мы могли попробовать это прекрасное вино. Дай Бог. Спасибо вам огромное. Закручим. Смогало мартинь. Слушай, чувствуешь себя совсем другим человеком. Я тебе очень благодарен. Спасибо вам. Итак, друзья мои, мы завершаем сегодняшнюю программу на этой светлой и красивой ноте. Грузинская вина в Канаде, наши грузинские друзья в студии, растущая грузинская диаспора Торонто, грузинская фольклорная музыка и все, что нас связывает с этой страной, со страной Грузия, с ее представителями здесь. И я хочу пожелать вам еще раз успехов и приглашайте нас на ваши события. Ну, понятно, что будет вино, но очень хочется услышать хорошую музыку грузинскую и очень хочется увидеть грузинский танец. Очень приятно. Спасибо вам. Удачи. Удачи. Вы можете, мы могут даже вместе с уйном и диски от Дарбазы заказывать. Да. Нет, ну, это уж 100%. Я вам, я вам дэдвеси не подарю. Спасибо большое. Итак, удачи вам. Мы увидимся с вами в следующую субботу. А пока наслаждайтесь тем, что вы увидели. И ищите. Может быть, вам повезет. И топьем этого. Да. Может быть, вам повезет, и вы найдете такое же хорошее вино, какое у нас было сегодня в студии. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»